Продолжение следует... Вы, как человек и как автор, имеете очень большое влияние на американскую молодежь, не так ли? Да, это правда. Что именно из ваших идей больше всего импонирует нынешней молодежи? Главным образом это то, что я поддерживаю разум, человеческий рассудок. Сегодня очень многие философии оставили разум, и они поддерживают мистическую веру, или оккультизм. И поэтому я почти единственная защитница разума, логики и индивидуализма. Так что можно сказать, что вы себя противопоставляете и битникам, и хиппи, и экзистенциалистам? О, да. Я себя противопоставляю, с одной стороны, религиозным группам, потому что я атеист, с другой стороны, всем социалистам и коллективистам. Вы бы могли, что, конечно, довольно трудно, но в сжатом виде изложить мне вашу философию? Я ожидала этого вопроса, и поэтому набросала несколько мыслей. Я могу только сказать, конечно, очень кратко, но в общих чертах. Моя философия называется объективизм. Это новая моральная философия, этика рационального эгоизма. Мы говорим, что человеческий ум, рассудок, это главное средство человеческого существования. Ум принадлежит индивидуальной личности. Коллективный мозг не существует. Люди не могут мыслить все вместе, коллективно. Мышление – это индивидуальная работа и ответственность. Каждый человек должен мыслить независимо и самостоятельно. Разум – это единственная мера морального поведения. Рациональность – это главное человеческое достоинство. Человек, каждый человек, должен жить и работать для себя. Он не должен жертвовать собой для других или жертвовать другими для себя. Верховная моральная цель человеческой жизни – это достижение своего собственного счастья. Единственная моральная политическая система – это капитализм. В капитализме никто не имеет права употреблять физическую силу и принуждение против людей. Все труды и все человеческие отношения добровольны. Люди имеют право употреблять силу только для самозащиты и только против тех, которые начинают применять силу. Каждый человек имеет право на свою собственную жизнь, свою свободу и свое имущество. Вся собственность принадлежит индивидуальным людям, тем, которые ее заработали, а не правительству. Правительство – это только слуга народа и защитник индивидуальных прав человека, а не тиран и не диктатор. Весь прогресс, весь успех и все достижения человечества, науки, в искусстве и во всех ценностях жизни были результатом индивидуального мышления и работы и индивидуальной человеческой свободы. – Скажите, считаете ли вы, что индивидуальная свобода человека вообще не должна быть ничем ограничена? – Ограничена нет, но она не должна быть ограничена силой, но она должна быть ограничена моральным принципом. Каждый человек, если он хочет, чтобы люди уважали его права, должен уважать права других людей и не должен употреблять силу или насилие против них. Он должен оставить свободу всем другим людям, если он хочет иметь собственную свободу. – Да, но, как вы знаете, человек создан довольно странно, что в тот момент, когда он получает возможность, он начинает наступать на права других. – Некоторые люди, не все. Это зависит от человеческих убеждений или мировоззрений. – Да, но тогда это предполагает идеальное общество, общество идеальных людей. Но до идеала, как вы знаете, довольно далеко, им нужно иметь какие-то гарантии. – О, конечно. И для этого в свободной капиталистической стране существует правительство. И это роль правительства – защищать людей против тех, которые употребляют силу. – Значит, вы не анархист, вы не сметаете правительство. Вы считаете, что правительство все-таки необходимо в какой-то мере. – О, правительство необходимо. Я далеко не анархист. Я защитник капитализма. И для капитализма, для защиты имущества и жизни людей правительству необходимо. Но только как защитник, не как тиран. – Значит, это распространяется также на область идейной свободы. – О, конечно. В идеях все свободны говорить и писать все, что хотят. Это до сих пор закон здесь, в Америке. Мы все свободны говорить и писать все, что мы хотим. – В каких из написанных вами книг наиболее полно выражена ваша теория объективизма? – Она выражена во всех моих книгах. Но мои главные романы – это «Источник». По-английски называется «The Fountainhead». И особенно мой последний роман, который по-английски называется «Atlas Shrugged». Это значит «атлас» – «пожал плечами». Я бы хотела, чтобы вы мне дали резюме этой вещи. – С удовольствием. Этот роман был напечатан в 1957 году. Я писала его 13 лет. Он очень длинный. И я его считаю моей самой лучшей, самой главной книгой. Тема его – это роль разума в человеческом существовании и изложение моей новой моральной философии. Этики рационального эгоизма. Этот роман показывает забастовку талантливых людей. Все те, которые имеют творческую способность в разных профессиях, в философии, в науке, в искусстве, промышленности. Все независимые, самостоятельные мыслители, изобретатели, творцы, которые, как мифический гигант «Атлас», несут весь мир на своих плечах и от которых зависит жизнь всего человечества, устраивают забастовку против алтруистичных коллективных государств и правительств. Эти творцы оставляют свою работу и исчезают один за другим. Они отказываются служить государству. Они отказываются быть рабами и жертвами. Они требуют свободу и право жить для себя, для своего собственного счастья. Коллективная диктатура, оставленная без рассудка, без таланта и без эксплуатированных жертв, погибает от своего неумения, глупости, жестокости и голода. В конце, когда диктатура теряет власть, великие забастовщики возвращаются, чтобы построить новый мир, свободный капиталистический мир, где каждый человек будет иметь право жить и работать для себя. Место действия этого романа, если я не ошибаюсь, Америка, правда? Да. Значит, вы считаете... Америка в будущем. Америка в будущем. Значит, вы считаете, что в настоящем Америка не является тем идеальным капиталистическим государством, построение которого вы бы хотели увидеть? Нет, в настоящее время Америка представляет собой смешанную экономику. Америка сейчас самая свободная, самая капиталистическая страна в мире, но у нас здесь существует много правительственных... Как вы называете? Учреждений. Учреждений и правительство вмешивается в жизнь страны слишком много и имеет слишком много власти. Я показываю в этом романе, что случится, если Америка пойдет по дороге коллективизма. Но, конечно, я не думаю, что Америка пойдет так далеко. Здесь народ очень свободный. Каждый человек здесь понимает свои права, как никто в Европе не может этого понять. И поэтому я не думаю, что Америка когда-либо пойдет в совершенный и полный коллективизм. Помимо названных вами книг «Источник» и «Атлас», пожалуй, плечами, вам принадлежит целый ряд других трудов. Да. Какая была ваша первая книга? Первая книга был роман под названием «Мы, которые живем». И этот роман был написан о России, о том времени в России, который я видела. Это начало революции в 1922-1925 году. Это годы военного коммунизма. Да. И тема здесь была индивидуальная личность против государства. Скажите, вот вы ведь выросли в России, и я полагаю, что английский язык вы позже выучили. О, да. Я почти не говорила по-английски, когда я приехала сюда. И все-таки вы в полной мере освоились с английским языком настолько, что вы стали американской писательницей. Никто даже, я думаю, не знает, что вы родились в России. Это известно, но я теперь почти не могу писать по-русски. Мне трудно думать по-русски. И я хочу извиниться, что мне немножко трудно говорить, потому что я так привыкла думать и говорить по-английски. Вы часто выступаете с лекциями, докладами? О, да. Главным образом в университетах. И это вы обычно говорите не о литературе, а о философии? Да. О философии и политике. В каких книгах вы излагаете вашу теорию объективизма? Сейчас у меня есть три книги. Первая была, называлась «Для нового интеллигента». Это «For the new intellectual». Вторая – «Достоинство эгоизма». Или по-английски «The virtue of selfishness». И последняя теоретическая книга, которая сейчас продается очень хорошо, называется «Капитализм. Неизвестный идеал». Или по-английски «Capitalism beyond all ideal». Ваше имя, конечно, хорошо известно не только в Америке. Особенно много для вашей репутации сделал фильм «Источник», в котором играл Гэри Купер. Этот фильм я видела первый раз в Европе в 50-х годах, а потом я видела его уже теперь недавно по телевидению вечером здесь, в Нью-Йорке. О, да. Но на какие языки переведены ваши книги? Приблизительно 9 языков. Немецкий, французский, испанский, итальянский, по-еврейски. А потом в Норвегии, в Дании, в Голландии. Каждое это все. Но по-русски ваши книги не выходили? К сожалению, нет. Я была бы очень рада, если бы кто-нибудь перевел их без цензуры. Скажите, какие у вас сейчас планы, над чем вы сейчас работаете? Я работаю над новым романом, и потом я издаю, печатаю мой собственный журнал, который называется по-английски «The Objectivist». «Объективист». «Объективист». Это журнал теоретический, и я и мои коллеги пишут статьи о нашей культуре, сегодняшней культуре в Америке, о философии, психологии, политике и литературе. Мы начали печатать этот журнал в 1962 году, и мы растем по всему миру. Наши подписчики растут с каждым годом, и мы имеем довольно большое влияние. Я вам очень благодарна, что вы сегодня смогли прийти в нашу студию и рассказать нам о вашей работе. Спасибо большое. Спасибо. 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 Продолжение следует...